У нас сейчас нет ни света, ни воды. Люди адаптируются к тому, что будет отсутствовать отопление. Самое страшное, мне холодно. Да, верные блокауты будут. Жизнь выглядит таким образом, что перед сном сверяешься с графиком отключения твоего дома на следующий день. Кому в большей степени поможет генерал Мороз? Техника НАТО готова меньше, чем традиционная техника Советского Союза. Внутри страны по-прежнему есть регионы, где дома отапливаются по старинке. Углем. Пелена серо-коричневая. Прям ужасает. Цены на газ поднялись в 2-3 раза. Я раньше платила 130-140 евро в месяц, теперь 210. У нас без проблем. Действительно? Без проблем? Мы понимаем, что это будет сложная зима. Привет, друзья. Был такой журналистский штамп «Зима спросит строго». Но имелось в виду то же самое, что в «Игре престолов» примерно. Winter is coming. Ну что, сейчас придет холодный сезон, и мы посмотрим, кто там как к нему подготовился. Ну, конечно, ироничное значение было у этого выражения. Но в 2022-м о холодах и зиме принято говорить исключительно серьезно. В духе, скорее, романа Стейнбека «Зима тревоги нашей». Буквально каждый день мы слышим опасения и предположения, что Европа может замерзнуть на фоне отказа от российских поставок и рекордных цен на электричество. И слышим мы это, кстати, не только от российских пропагандистов. Вот New York Times тут написала, что европейцам стоит закупить фонарики и готовиться к отключениям света. Где по-настоящему тяжелая ситуация – это в Украине. Российские силы в течение последних месяцев наносят, как вы знаете, регулярные удары по энергообъектам. В результате обсуждалась даже вероятность эвакуации Киева. Ну и в самой России, о чем сейчас тоже многие напоминают, отопительный сезон – это традиционная зона рисков. Например, там, где топят углем, регулярно случается эффект так называемого «черного неба». У нас даже был про это отдельный выпуск из Красноярска. В общем, поскольку эта зима больше, чем просто зима, Дмитрий Сошин и Катя Казанчук решили понять, чего от неё ждать дальше и как она ощущается во всех тех местах, о которых я сказал выше. Вот как выглядит, когда в Одессе ничего нету. Нету ни света, ни воды нету. После ударов по энергообъектам Одесса, морской город-миллионник, несколько дней жила без света. Энергетики надеются восстановить электроснабжение до Нового года. Не только в Одессе. Во многих регионах Украины люди привыкают к тому, что свет и тепло становятся роскошью. Вот так теперь выглядит Киев ночью. Огоньки, которые видны, это всё какие-то портативные светильники. Вот здесь впереди такой чёрный квадрат. Это полностью жилой массив, полностью панельные пятиэтажки. Нигде нет света. А вот этот свет и свет дальше – это больничные блоки. У них освещение есть, к счастью, практически всегда. Гаджеты заряжаются. Киевлянка Анна, своё настоящее имя она попросила не называть, вместе с мужем и дочкой живёт в недавно построенной многоэтажке. На левом берегу, это где-то между Левобережной и Дарницей, у нас за окном хорошо видно Троещинскую ТЭЦ. Билеты в первый ряд. У нас свет есть в среднем, например, с девяти до часу дня, с шести вечера до десяти вечера, и потом появляется ночью. Третья ночь без сна. Сначала встали в час, что-то заряжали, потом легли спать. Сейчас полпятого. Снова на кухне готовка. В духовке круассаны, заморозки, хлеба в магазине нет. Поэтому что-то в качестве альтернативы хочется испечь. Усталость какая-то дикая, нереально хочется спать. Мы купили туристическую плиту. В ней газовые баллоны, которых хватает одного баллона где-то час, может, полтора. Жизнь выглядит таким образом, что перед сном ты сверяешься с графиком отключения твоего дома на следующий день и планируешь весь день под эти графики. Если он с девяти, то надо быстро утром встать, успеть всё сделать, помыться, всё приготовить, всех накормить горячим, спустить ребёнка в сад. Ну и есть нюанс, что в садике детей на время тревоги уводят в подвалы. Это максимально оборудованный для детей подвал, но это всё равно советский подвал. И ребёнку там холодно, дети болеют. Когда у нас тревоги, дети по пять часов проводят в подвалах. И мы их не можем забрать, потому что по закону на время тревоги родители не могут забирать ребёнка из грытия. Удары наносятся не по генерирующим мощностям в основном, а как раз по узловым точкам распределения, по силовым трансформаторам, которые преобразуют энергию для поставки конечному потребителю. Эти трансформаторы стоят под открытым небом, они ничем не защищены, они дорогостоящие, их тяжело производить. В Львовской области где-то процентов на 70 восстановлены все мощности. В Киевской, я думаю, процент этот меньше. Соответственно, отключение электроэнергии по Киеву дольше бывает и чаще, чем в том же Львове. Украинские энергетики, как правило, не сообщают о масштабах повреждений, а также о том, где и как идут восстановительные работы. В Лондоне нам удалось поговорить с представителем ДТЭК, одной из крупнейших энергетических компаний Украины. Изначальный эффект от этих ударов по энергоструктуре был значительным. Они выбирают наиболее чувствительные места, которые можно поразить, и бьют по ним точечно, избегая общих обстрелов. Но, как и всегда, наши работники адаптировались к этим условиям. Помимо того, что работают системы ПВО, люди научились защищать оборудование. Они строят вокруг него бетонные укрепления. Тем не менее, ущерб был очень серьёзен. Украинские сети являются частью общей сети Советского Союза. И это не чужие для наших экспертов и специалистов сети. Они их знают наизусть. У них карты подробные есть, где, как, что устроено. Без всякого сомнения, учитывая, как ведутся бомбардировки, нанесение массированного удара и изучение ситуации, что случилось, как они потом восстанавливают, прикидываются остаточные ресурсы, которые лежат на складах, ну, скажем так, сколько осталось запчастей для ремонта и так далее. Наносится следующее, да. В самом начале мы испытывали недостаток запчастей. Они были, но не в том количестве, чтобы починить всё. Их до сих пор мало, но сейчас открылись каналы поставок Запада, чтобы получать такие запчасти, как трансформаторы, переключатели, кабели, всё, что нужно для восстановления повреждений. Это оборудование нам пока не привезли, но его доставят довольно скоро. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подаёт воду в Донецк? Основная проблема до сих пор уже на протяжении девяти месяцев заключается в отсутствии воды в городе. Как произошло это в начале спецоперации, обстрел нашего канала «Северский Донецк» в Донбасс и насосной станции под Ясиноватой. С тех пор воды в городе централизованно не подаётся. Отопительный сезон длится уже на протяжении полутора месяцев. По большому счёту, отопление из этих полутора месяцев мы получаем в лучшем случае половину. Наполовину только. То есть два-три дня отопления есть в городе, потом его отключают. Джасмин Гусева училась в Донецке на журналиста. В данный момент работает администратором в кинотеатре на подушках. В зале у нас не сказать, что тепло, не прохладно, но всё равно пододеваться и как-то ещё у меня здесь работает обогреватель. Поэтому я как бы пытаюсь максимально сохранять тепло. Скажите, а дома гораздо холоднее? Когда отключают отопление, вот буквально его отключали два дня назад, и двое суток не было отопления, конечно, прохладно, и мы запасаемся максимальным количеством тёплых носков, электроодеял, каких-то обогревателей. Люди за девять месяцев адаптировались к тому, что отсутствует вода. Сейчас люди адаптируются к тому, что, вероятнее всего, будет отсутствовать отопление нормальное. На протяжении девяти месяцев мы не платим за воду, соответственно, потому что её нет. Вот с недавних пор ходят слухи о том, что мы перестанем платить за отопление, потому что его тоже, скорее всего, не будет. За газ мы платим стабильно, потому что газ чуть-чуть у нас есть, и в этом, надеюсь, никаких изменений не будет. За этот месяц прошедший коммунальное у меня по газу, по отоплению, по коммунальным ЖКХ-услугам вышло тысяча рублей. А вы сейчас платите за свет вообще коммунальные услуги в связи с тем, что происходит? Вы их платите? Абсолютно все коммунальные услуги оплачиваются, просто нам не подняли тарифы. Сейчас будут интересные счета, потому что, когда на улице похолодало, отопление очень слабое, и когда есть свет, мы теперь топим квартиру кондиционерами. Я помню, что в прошлую зиму, когда было просто прохладно, и у нас ещё не включили отопление, какой-то был разрыв, мы топили кондиционерами, и 2500 гривен мы заплатили за месяц, за электричество. А это много, это где-то долларов 65, наверное. А в Херсоне в большинстве районов света не было с 11 ноября, когда из города ушли российские войска. К концу месяца электричество появилось снова, но далеко не во всех районах, и подаётся оно до сих пор с большими перебоями. Мы многодетная семья, проживаем в городе Херсон. Я, муж и трое детей. У нас сейчас нет ни света, ни воды. До этого мы сидели три недели без них, только на четвёртую неделю нам дали свет и воду. Дети обрадовались, как будто они увидели что-то такое, какое-то чудо. Воды в водопроводе нет, но у некоторых здесь есть баки с помпами. Они привозят воду бесплатно, по-моему, с 9 утра и до 4 часов дня. Сами привозят, раздают и так помогают людям. Ну и на Днепр мы ходим за водой. В центре, как вы видели, баки стоят, там бесплатно раздают воду. Для многих горожан эти пластиковые резервуары – единственный источник питьевой воды. А это техническая вода, или пить можно? Нет, это питьна. Нет, вы что, это очень хорошая вода. А дома как? Светло есть? Да, светло есть. У нас нет. Есть светло. У вас нет. А как вы греетесь? Мы греемся. Я купила этот самый за 3 тысячи обогреватель. И когда есть свет, я включаю. Самое страшное – мне холодно. Мне очень много лет. Самое страшное – это обстрелы, неправда. Холод не такие страшные, как обстрелы. Нет, холодно. Мне холодно. Буржуйка. Саша, можно сказать. Генератор купили. Генератор купили. Это единственный выход. Забрали все запасы, потому что еду негде хранить. Хорошо, что холодно на улице. Можно, в принципе, хоть туда мясо выставлять. Перебои. Ну а что сделаешь? Мы потерпим. Ничего. Все наладится. Дадут и свет, и воду. Все нужно пережить. Нужно подождать. Я думаю, все хорошо будет. Пошли четвертые сутки без отопления. Температура падает примерно на градус, полугода, градус в сутки. В квартире у Анны, как и во многих других в Киеве, воды часто нет ни в батареях, ни в кранах. С водой ситуация катастрофическая. Мы запаслись там, насколько могли, питьевой. У нас было несколько бутылок. Но когда стоит вопрос, что надо сварить пельмени или макароны, тебе жалко лить эту воду. И мы на 23 этаже. Поднимать сюда литражи технической воды невозможно. Подниматься с ребенком на 23 этаж – это очень удовольствие. Я знаю, что у людей, которые живут на более низких этажах, после того, как восстановили водоснабжение, вода появилась. В домах невысоких и где-то до 11 этажа у людей вода есть. Выше 11 нет, потому что нам нужны насосы, чтобы вода подавалась. Есть свет – есть вода. Нет света – нет воды. Самое сложное – обходиться без света, потому что не работает многое из нашего оборудования. Как, например, электрогриль и тому подобное. Не работают также холодильники, которые тянут много электроэнергии. Так что приходится подключать к генератору холодильник, чтобы они работали постепенно. Василий – администратор небольшого кафе в центре Херсона. И то, что раньше у них делалось на автомате, сейчас требует больших усилий. Трат очень много. Также электроэнергия, продукты закупаются и всё остальное. Так как постоянных поставщиков у нас сейчас нет, приходится ездить и покупать всё на собственном автомобиле. Мы будем работать. Дело здесь – корпоративы, вечеринки и всё такое. В супермаркетах на пустых полках не было хлеба. И люди разобрали, и у меня такое ощущение, что в блок-аут просто они могли работать в пекарне, потому что не было света. А в остальном продукты есть. Магазины достаточно хорошо снабжены продуктами. Разгребают воду в большом объёме. Опять же, когда был этот блок-аут, три дня мы просто ездили по ближайшим районам в поисках какого-то супермаркета, где можно что-то купить. Магазины закрыты, в них нет света. Когда мы нашли тот, где можно купить, там километровые очереди, и всё только за наличку. Банкоматы не работают, наличных нет. Ну, это просто замкнутый круг сумасшедший. Бизнес адаптируется очень быстро, потому что если не адаптируешься, то обанкротишься. И сейчас уже я смотрю, что практически в каждом кафе есть генератор. Почти каждое кафе как-то адаптировалось и придумало, как принимать деньги, если не работает платёжный терминал. Ну, и в городах поменьше ведут старые такие уже проверенные способы, как тетрадочки с должниками, там, где все друг друга знают, это тоже работает. Очень часто можно услышать, что, ну, ладно, сдачи нет, там, завтра занесёте. Или можете не доплатить какие-то 50 гривен, и завтра принесёте и доплатите. Огромные очереди на заправке прямо вернулись в начало войны, когда бензин риска стал в два раза дороже, и заправиться было просто невозможно. Вся страна понимает, что будет новый блок-аут, все готовятся к новым обстрелам. Паническая такая атака была после ракетных обстрелов. Люди поехали за топливом для генераторов, за запасами бензина для своих автомобилей. К счастью, нет никаких экономических причин для того, чтобы это делать. Поставки топлива регулярные, цена фиксированная, порядка 50 гривен. С наступлением холодов украинские власти стали открывать пункты несокрушимости – палатки или помещения, где можно подзарядить гаджеты и согреться. Можно, если у вас нет дома света, прийти туда поработать, попить чаю, пообщаться, погреться. Не все эти пункты хорошо работают. Даже вышел небольшой такой спор, пикировка между президентом Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. Зеленский в своём регулярном ежедневном видеобращении дал понять, что заметили, что далеко не все муниципальные пункты несокрушимости работают исправно и что это нужно исправить. Но тут может быть и элемент какой-то политический, потому что ещё до 24 февраля Виталий Кличко имел большие политические планы и мог быть конкурентом на выборах Зеленского. Думаю, что может быть это такой тлеющий конфликт политический, который сохраняется до сих пор. Я была на обычных заправках и в обычных больницах, где просто люди заходят толпами и стоят как в метро во время давки просто в очереди подзарядить свои гаджеты, просто погреться, просто, простите, сходить в туалет. В Херсоне тоже появились пункты несокрушимости, но людей много и там, где раздают гуманитарку. Администрация присылает нам помощь. Мы помощь раздаём людям. Также помощь идёт от обычных людей. Соль, консервы привозят, картошку. Сейчас выдаём одежду детскую, тёплую. Ещё одна проблема этой зимы – нехватка лекарств. Село Чернобаевка под Херсоном – одна из самых известных точек военного конфликта. И даже самые базовые медикаменты сюда завозят волонтёры. Шприцы, инъекции, противопростудные даже, даже этого нету. Карвалол, даже этого нету. То есть, учитывая, что там большая часть населения – это пожилые люди, это давление сердца, желудок, там ещё что-то, ничего этого нету. У нас два человека умерло от гипогликемической комы. То есть, чего у них не было? Нужна была 40-процентная глюкоза, чтобы вывести её внутривенно. На момент оказания помощи её у нас просто не было. Как выживаете? Мы на хозяйстве есть. Какое? Кто там у вас есть? Корови, птицы, качки. А как вы их годуете? Сколоса тягает. Вот это самое ценное, что есть в плане энергонезависимости. Эта скважина с водой, даже без электричества вода поступает в дом. Вот мы выгружали гуманитарную помощь во Дворце культуры. Дворец культуры запитан от генераторов. Люди приходят туда, подзаряжают мобильные, там ещё что-то. То есть, для них это некая точка, где можно получить свой маленький кусочек электричества. В сёлах, опять же, дальше чуть, там всё намного более жёстко. Там практически даже нету мест, где можно подзарядить мобильные. Хватит ли Украине своих энергоресурсов, чтобы пережить эту зиму? И насколько она зависит от российского газа? В общем-то, это уже последние годы, в основном всё на реверсе из Европы. То есть, это как бы зависимости именно украинской от российских поставок нет. Там последние потоки, которые идут через газотранспортную систему Украины, они идут в Молдавию. В Молдавии там стопроцентная зависимость от российских поставок. Что касается Украины, то, во-первых, там есть собственное производство газовое, там пресловутая буризма и многие прочие другие проекты. У них есть собственная добыча, где-то была миллиардов десять кубометров. И она обеспечивала чуть меньше половины потребления. Остальное надо было импортировать. Для выработки энергии на тепловых электростанциях мы в основном используем уголь. И у нас в Украине его достаточно. Газ используется лишь в тех случаях, когда уголь невозможно доставить на электростанции. А если говорить про украинскую энергосистему, она на чём по большей части основана? У них изначально всё вместе. То есть, большой блок атомных электростанций, угольные станции и газ. Украинский электробаланс – это больше 50% атомной электростанции. Собственно говоря, именно поэтому вопрос, кто контролирует атомные электростанции, вот эти постоянные обстрелы Запорожской АЭС, что МАГАТЭ делает просто на грани нервного срыва. Это важно, потому что это половина лампочек, которые на Украине горят. Вы ожидаете масштабное отключение света в ближайшие месяцы? Да, верные блок ауты будут, но их будут быстро устранять. Они не будут неожиданными для людей. Мы не можем сегодня восстановить энергосистему до довоенного состояния, но рано или поздно мы это сделаем. Конечно, такой блок аут на 7-10 дней – это будет очень тяжёлое испытание. Даже не столько для людей в плане, как они переживут эти 7-10 дней отсутствия света, а как они морально справятся с этим. Ну, самая большая проблема для людей – это будет тепло. Когда нет тепла, первыми страдают дети, потому что дети без тепла очень быстро заболевают. Если будут перебои с энергией, если будут массовые и длительные блок ауты, у нас будут очень большие проблемы с водой. Когда люди приходят к пониманию того, что основная мысль их каждый день и целый день – это где взять воду для себя, для детей, для бабушек, дедушек, люди начинают искать воду где угодно. Дождевая вода, талый снег. Но страшно, когда люди начинают, как мы это делали в Мариуполе, сливать воду с отопительных систем. Если население поймёт, что оно не выдерживает, не сможет терпеть такие морозы, когда отключится отопление, единственный вариант остается не мигрировать, а временно уехать. Мужчин не выпускают из страны. И ехать с ребёнком… Вот я сейчас не готова, потому что настолько моральное состояние плохое, нет сил. Но я так думаю, что в случае, если ситуация будет усугубляться, то выбора не останется, придётся ехать. Когда был первый блок аут, и когда у нас падала каждый день на градус температура в квартире, я поняла, что если ещё несколько дней, или, не дай бог, заморозки, в квартире будет 14. А это значит, что мы просто замёрзнем. Например, мои родители, они уже пожилые люди, и им… Ну, они при всём том, что уже на соседнюю улицу прилетал снаряд, они неоднократно попадали под обстрел, они просто… Ну, они не уедут. Они, если уже остались, они тут всю жизнь прожили, они не будут никуда сейчас срываться просто под страхом смерти. Ну, я не смогу уехать просто потому, что мои родители здесь. И жить где-то с осознанием того, что мои близкие родственники или друзья остаются под обстрелами и ежечасно страдают, а я в хороших условиях, с водой, без обстрелов, и спокойно себе живу, работаю, я жить так не смогу. Один из часто задаваемых вопросов этих дней – кому в большей степени поможет генерал Мороз? Техника НАТО для войн в северных районах Распутистов готова меньше к войнам таким. Меньше, чем традиционная техника Советского Союза и Российской Федерации, которая заранее проектируется и изготавливается для того, чтобы ввести вооруженные действия прямо вот здесь у себя, в таких климатических условиях. Поэтому гораздо лучше себя будут чувствовать те машины украинские, которые произведены украинскими заводами. Это техника Советского Союза. Сумеет ли российская оборонная промышленность развернуть мобилизационные мощности и выйти на то количество выпуска боевой техники, которая была запланирована когда-то в Советском Союзе? Мы тоже этого не знаем. Такое своеобразное соревнование сейчас между двумя системами. Все готовятся к большим боям. Парни в тяжелых лесных условиях. О нехватке зимней формы в российской армии недавно писал военкор и новый член президентского совета по правам человека Александр Коц. У промышленности мощностей легкой, которая находится на территории России, хватит вполне для того, чтобы все это пошить. У Украины проблем тоже нет, потому что очень высокого качества комплект зимней формы и поставляют страны НАТО. И там шьют по высшему разряду военных форм. Но достаточно теплую нормальную форму шьют и в России. Успеет ли на шить в достаточном количестве? И хотя Россия – крупнейший в мире экспортер газа, ну или по крайней мере им была, внутри страны по-прежнему есть регионы, где дома отапливаются по старинке – углем. При том, что в этих же самых регионах добывают газ, причем много газа. И один из таких регионов – Красноярский край. Это Красноярский микрорайон Николаевка, застроенный частными домами. Всего в городе где-то 15 тысяч частных домов. И почти все они отапливаются углем, ну или дровами. Здесь у меня импровизированная углярка из бывшей будки собачьей. Здесь я храню уголь. Ну, здесь объем порядка 3-5 тонн можно затрамбовать смело. Ну и таких ведер надо 4-5 на одну затопку, которая хватает на 1,5-2 дня. Выросли ли цены на уголь? Раньше было в районе 2 тысяч рублей, плюс-минус 100 рублей. Это за тонну? Это за тонну. Сейчас в районе 2-600-2-700 за тонну. И сколько на зиму получается? Всего нужно тонну? Около 10-11 тонн, как правило. А в сумме это выходит по деньгам? Ну, в районе 30-35 тысяч рублей, если брать расходы еще автомобильные, привезти, увезти, может даже больше. В свой дом Ольга и Федор хотят топить не углем, а газом. Плита в доме работает от баллонов. Довести газовую трубу до дома просто невозможно. В Красноярске до сих пор нет магистрального газопровода. Вся страна сидит на газе, продает его во все страны Европы. И получается, что в Европу дотянуть газ с севера России дешевле, чем дотянуть до севера России с севера России. Почему потребитель всегда хочет газ, допустим, если у вас есть частный дом? Ну, потому что топить газом гораздо дешевле, чем электричеством, или каким-то другим, или дровами какими-то. Сколько стоит провести трубу в каждый населенный пункт? Если в какой-то деревне живет 10 бабушек, а трубу провести до этого населенного пункта, до этой деревни, стоит 30 миллионов рублей. Можно потратить эти 30 миллионов рублей и дать бабушкам газ. И они будут платить за него 2000 рублей. Но может быть, эти 30 миллионов рублей просто дать этим бабушкам? Уже больше 10 лет в Красноярске регулярно возят режим неблагоприятных метеоусловий. В народе это называют просто режим черного неба. И это почти буквальное название, потому что режим черного неба это дни, когда над городом повисает такой смог из всех выхлопов, из топки углем, и все это висит над городом, и людям буквально просто нечем дышать. Пелена серо-коричневая ужасает. Когда стоит штиль, то и воздух в котловане, мы, как говорят, все находимся. Все выхлопы, вот они все и скапливаются у нас здесь. У нас очень много в городе частного сектора. Очень много частного сектора. ТЭЦ, частный сектор. Тут никто не будет говорить, что нет, частный сектор тут не при делах. Как только становится холодно, начинается топка, сразу все видно, кто, где и откуда идет весь смол. Почти три года назад мы приезжали в Красноярск и снимали большой выпуск о том, что такое этот режим черного неба, почему он возникает и кто в этом виноват. Если мы сейчас откроем статистику здравоохранения и увидим, сколько преждевременных смертей и сколько болезней вызывает загрязнение воздуха для жителей нашего города, то мы увидим, что эта сумма куда больше к той, что вы проложите ветку. Это должно вкладываться в государство не из расчета, что мы сейчас потратим 100 миллионов, и как это нам потом вернется. А мы потратим 100 миллионов, и эти 100 миллионов спасут столько-то жизни собственного населения. Сейчас это обсуждается газификация Красноярска, что вот, дескать, начнем строить «Силу Сибири-2», с китайцами договоримся, но когда будем строить вот этот экспортный газопровод, ну тогда как бы из-за одной Красноярск подключим. Вам построим веточку. Да-да-да, вот. Вы верите в этот проект? У нас метро лет 10 строят, но мы все верим. За счет чего сейчас это будет строиться? У нас нет доступа к нормальным технологиям. Вопрос, как Европа переживет эту зиму, в России, да и не только, формулируют по-иному. С какими потерями Старый Свет выйдет к весне, начав эксперимент по постепенному отказу от российских энергоносителей? Городок Людмин на северо-востоке Германии является таким живым примером того, как Германия постепенно разворачивается спиной к российскому газу и ищет ему альтернативу. Сюда, в эту гавань, заходят сразу две ветки Северный поток-1 и Северный поток-2. Подача газа по Северному потоку-1 была прекращена еще в августе, по Северному потоку-2 он так и не пошел. Вы наверняка слышали о большой диверсии, о взрывах, которые повредили магистрали этих двух газопроводов. И сюда же, в Людмин, в ближайшее время должен прибыть гигантский плавучий терминал по переработке сжиженного природного газа. Он сейчас находится в порту Мукран. От него до Людмина несколько часов хода. Этот терминал будет принимать сжиженный газ, нагревать его, возвращать обратно в газообразное состояние и по проложенной в рекордные сроки трубе гнать в газовую систему Германии. Это альтернатива Северным потокам. Топливо будет доставляться сюда из разных стран, в основном из Катра, из Америки. Не исключено, что и Россия может поставлять сюда сжиженный газ. Он, конечно, будет дороже, чем тот газ, который приходил сюда по Северному потоку. И таких терминалов в Германии планируют открыть пять. Можно сказать, что поставки трубопроводного газа из России в Германию сошли на нет. Сейчас мы в основном покупаем газ у Норвегии. Это 30-35% от необходимого нам общего объема. Но сейчас этот процент даже выше. Остальные объемы получаем из Нидерландов, Бельгии и Франции. В последние месяцы наши компании как бы перенастраивали магистрали, всю систему, по которой российский газ шел с востока на запад, в обратную сторону. Теперь газовые реки текут с запада на восток. Многие жители Людмина и ближайшего крупного города Грайсвальд, конечно, многое получили от присутствия Северного потока. Это и рабочие места, и новая инфраструктура. Кроме того, жители, обычные потребители газа и бизнесмены рассчитывали на скидки при оплате счетов на газ. И понятно, что этих подарков уже больше не будет. И это означает, что мы сильно экономим, чтобы избежать проблем. Если говорить конкретнее, в общественных местах понижаем температурный режим. В городском бассейне и сауне тоже холоднее. То же самое с городским освещением. Мы, конечно, задавались вопросом, что делать, если вдруг начнутся перебои с поставками газа и электричества. И в последние месяцы к этому подготовились. Освободили резервные квартиры для семей, которые, не дай бог, не смогут обеспечить себя теплом. Установили там все необходимое. И в случае чего можем помочь пенсионерам и больным людям. Заходите, пожалуйста, я покажу вам, где живу. Кристина Глюк, к счастью, а так и переводится ее фамилия, пока не нуждается в помощи. Библиотекарь на пенсии живет одна в небольшой квартире в старом городе. А вот вам моя кухня. Здесь термометр. Вот, снимите. На кухне показывает 18 градусов. А сколько должно быть? Ну, в районе 20-22. Но сейчас, считайте, еще относительно тепло. Отопление еще работает. Поздно вечером оно отключится. Кристина постоянно закрывает за собой дверь, чтоб тепло не уходило. Газовое отопление работает так. В первую очередь нагревается горячая вода. И когда я принимаю душ или стираю, в батареях сразу падает температура. Тогда надо добавить мощности и подождать. Но я этого не делаю. Я укрываюсь пледом. Еще она пользуется самодельным обогревателем из цветочных горшков. Кристина говорит, что это безопасная штука. Хотя пожарные утверждают, что часто именно из-за них в домах происходят пожары. Действительно, тепло становится. Тепло у меня подорожало примерно в полтора раза. Я раньше платила 130-140 евро в месяц. Теперь 210. Плюс засвет теперь в три раза больше. И это все продолжается. Большой батон хлеба со трубями стоит около 6 евро с какими-то центами. Так что я слежу за расходами. Своим внукам на Рождество и Новый год не могу приличный подарок купить. Что точно изменилось в Германии за последние месяцы, это то, что люди стали заметно ограничивать потребление электричества и газа. Даже в маленькой частной стоматологической клинике в центре Грайфсвальда ввели особые правила экономии. Мы стараемся, где возможно, закручивать кран на батареях. Часть наших пациентов дети, и мы иногда заставляем их чуть померзнуть. Мы не знаем, как будем работать в ближайшем будущем и сколько сможем позволить себе тратить на отопление и свет. Да, и что касается отопления. Компания, которая нас обслуживает, сможет только через год сказать, сколько мы потратили. Это значительная часть всех наших расходов. А дети не жалуются на холод, когда они сюда приходят? Слава Богу, в регистратуре там холоднее всего. Дети долго не сидят. Мы быстро заводим их в кабинет, а потом быстро выводим, так что они особо не замечают холода. Зато это чувствуют мои коллеги. Мы надеваем иногда несколько слоев одежды или ходим в теплых куртках. Одна из моих медсестер сегодня приболела и осталась дома. Да, у меня недавно была пациентка, простая женщина, получает маленькую пенсию по инвалидности и при этом вынуждена подрабатывать. И на днях она получила перерасчет за отопление 1700 евро. Она в лучшем случае заработает их за два месяца. И эта женщина говорит, больше отопления дома включать не буду. Для частных потребителей цены на газ в среднем поднялись в 2-3 раза. Так что государство решило заморозить тарифы. Но это решение вступит в силу в следующем году. Декабрьские счета отчасти компенсируют государство, чтобы у людей не было шока от резкого повышения цен. Даже людям с хорошим заработком сейчас тяжеловато. Но те, кто получают ниже среднего уровня, им намного труднее. Ну а у вас в семье расходы большие? Да, нормально у нас. Мы пенсионеры. Все, конечно, в сравнении, но у нас без проблем. Действительно? Без проблем? Окей, мы больше теперь платим за электричество и газ. Да за все. Если бы я жила одна, я бы не смогла выжить в одиночку. У меня пенсия 600 евро, и я бы не смогла в следующем году оплачивать счета за отопление. И все. Надежда только на его пенсию. Что я не так говорю? Ну да, ты права. Те, у кого меньше достаток, это катастрофа. Людмин, играя в свальт, находятся в бывшей ГДР. Здесь, на востоке Германии, уровень жизни ниже, чем в западных землях. А, собственно, как там обстоят дела? Как проходит отопительный сезон в других странах Старого Света? Меня зовут Марина. Меня зовут Алексей. Мы живем в Германии по земле Хессен. Меня зовут Даша, мне 29 лет, и недавно я переехала на постоянное место жительства в Париж. Мы с Полем 8 октября поженились в Париже. Это северная Европа, Эстония, город Таллин. На улице сейчас минус 8, но по ощущениям как будто минус 28. А вот это, собственно, дом, в котором мы живем, построен еще в середине 15 века. Это памятник архитектуры. Мы не можем каким-то образом менять внешний облик дома, то есть утеплить фасад дополнительно нельзя. Все окна деревянные. Вот наша небольшая квартира в Париже. Мы живем в 15-м районе, что является достаточно хорошим районом. Очень интересный лайфхак, что у нас есть ставни. То есть ставни их можно закрывать, они с двух сторон. И французы, когда становится холодно, закрывают и ставни. То есть таким образом они тоже себя утепляют. У нас, по сути, есть два режима отопления. Это они оба автоматические. Днем 22 градуса. Вот видите, как раз здесь стрелочка сейчас мигает. А ночью у нас температура установлена 16 градусов. Вот. Поэтому где-то около, по-моему, 10 или 11 часов вечера он автоматически переключается на ночной режим. То, что для нас холодно, для французов нормально. Они не привыкли, чтобы дома было очень жарко. Они не привыкли раздеваться и ходить в шортах и футболке. Поэтому они часто дома ходят в свитере и часто очень сильно топят. Это только люди, которые приехали из России или из стран СНГ, которые привыкли, что дома очень тепло и поэтому они топят прям, чтобы было жарко. Примерно такого плана установлены батареи практически в каждой квартире Таллина. Есть регулятор. У нас стоит на двойке. Можно поставить на максимум. Но нам достаточно такой температуры вполне комфортно и трафик не увеличивается. Ну, учитывая, что эстонцы ходят в минус 5 без шапки, для них это вполне нормальная температура. Если ты заключаешь контракт с газовой компанией на год, фиксирована у тебя цена, и затем по истечении года, исходя из фактического потребления, происходит перерасчет. Так вот, по итогам этого перерасчета нам вернули еще 400 евро. То есть, ну, по факту мы платили в месяц в этом году около 85 евро. со следующего года у нас оплата будет 128 евро. Ощутимое, конечно, повышение, но не критичное. Если в доме центральная система отопления, то порядка 5-6 евро счет становится больше. Если это газовое отопление, это 3-4 евро. Но со светом ситуации стоимость практически увеличилась на 50%. В этом году была единовременная компенсация всем работающим, всем работающим гражданам Германии в размере 300 евро. Но это до вычета налога. В нашем случае, наверное, это было около 150 евро мы получили. В какой-то степени, допустим, рост цен на газ это компенсирует. Мы не боимся замерзнуть, потому что сейчас довольно мягкая зима, по крайней мере в Западной Европе. Необычайно мягкая погода. Реального риска замерзнуть во Франции вообще нет. Ноль. Другое дело Великобритания. Здесь к середине декабря установилась вполне себе русская зима с морозом и со снегом, который не тает уже несколько дней. Британские телеканалы показывают репортажи о пунктах обогрева. Они находятся в общественных местах, в церквях. Сюда приходят люди, у которых не хватает денег платить за отопление или просто те, у кого сломался бойлер. Отопление действительно очень сильно подорожало, но при этом надо понимать, что людей просто так на произвол судьбы не бросить. В Англии, например, эти 400 фунтов, которые людям дают, чтобы компенсировать эти дополнительные расходы, это будет покрывать конечно, это все дефицит, но до определенной степени. Есть такой фактор, как хранилище газа. И несмотря на всю эту волатильность цен на газ, хранилище заполнено практически полностью. Вот Англия, один из таких регионов, где с газом, с точки зрения поставок, все относительно будет норм. Есть и Норвегия, и Северное море. Там 4% импортировала российского газа Англия в своем энергобалансе. В каждой стране Евросоюза по-своему компенсируют малому и среднему бизнесу расходы на свет и газ. На поддержку властей рассчитывают и в этом берлинском ресторане. Где-то будет на 70% сокращена вот эта вот разница. Где-то на 70% от того, что сейчас планируется, это подорожание возьмет на себя государство. Такой план, будет ли это исполнено, мы увидим уже в ближайшем будущем. Рестораторы в Берлине всегда беспокоятся по таким поводам. И они очень сильно беспокоились, когда был, например, ковид. Но в итоге все было очень хорошо. Практически не было ресторанов, которые закрылись, всех поддержали. Опять же, государство уверяет, что все будет в порядке. И мы склонны здесь верить тому, что они говорят, так как они замотивированы, чтобы их выбрали в следующем году. Но без российского газа тяжелее всего крупной немецкой промышленности. У нас есть большие химические и сырьевые предприятия, которые сильно зависят от поставок газа. И они, конечно, задаются вопросом, в состоянии ли они в таких условиях продолжать работу. Это, например, касается производства аммиака, важного компонента для производства искусственных удобрений. Другой пример – производители метанола рассматривают варианты сократить свои мощности. Насколько нынешний отказ от российского газа, восстановление потолка на цену на российскую нефть является такой долгосрочной стратегией? Или можно допустить, что после завершения военных действий Европа может снова вернуться к энергетическому диалогу? В какой-то степени некоторое возвращение поставок возможно и, скорее всего, будет иметь место, просто стратегически это будет снижение спроса европейского на поставки из России. И, наверное, там турецкое направление, вот этот проект, который Путин с Эрдоганом обсуждает, там турецкого хаба, я думаю, что это тоже вполне себе канал возвращения поставок российских в Европу, но просто вопрос же в том, что стратегия Европы заключается в том, чтобы сделать российские поставки опциональными. То есть есть они? Прекрасно. Нет их? Еще лучше. Это действительно вопрос такого глобального противостояния с Европейским Западом, поскольку очень большие надежды на то, что отсутствие газа, отсутствие тепла поменяет настроение в Евросоюзе и позволит быть более сговорчивыми при переговорах с Россией. Бюджет будет зарабатывать меньше, но он все равно как бы даже если сократятся нефтегазовые доходы на 10-20%, но это все равно существенная сумма триллиона рублей. Поэтому доходов федерального бюджета станет меньше и в целом возможностей государства для того, чтобы тратить деньги на пенсии, на образование, на здравоохранение станет меньше, чем могло бы быть. Отказ от российских энергоносителей, он начался в самое сложное время года, объясняют не только политическими причинами. Мы сейчас находимся на пороге очень существенной необходимости ресета, перезагрузки всей энергосистемы Европы. Дело в том, что там практически вся инфраструктура и генерирующие мощности, которые сейчас есть, это все результат работы людей в 70-80-е годы. Их нужно замещать. Стареющие, выходящие из срока в эксплуатации мощности нужно замещать новыми. И геополитическая вся эта кризисная ситуация, война и так далее, она просто стала определенного рода катализатором. То, что должно было происходить медленно, плавно и в режиме такого замещения, оно происходит более кризисно. Человечество, мне кажется, не переживало ничего подобного, как у Джорджа Мартина были дети долгого лета в «Эгре престола». Раньше там постоянно шли какие-то войны, а тут вообще казалось все это каким-то безумием, плохим сном и так далее. Поэтому все надеются, что пройдет зима и как-то все вернется в привычное русло к нормальной жизни, потому что все происходящее не вписывается вообще в картину здравого смысла. И это нормальное психологическое состояние, когда человек пытается поставить себе какие-то здравые сроки, то есть не сегодня, не завтра, но через 3-4 месяца, год, как-то все должно нормализоваться. Перетерпим. У костра будем греться, во дворе все вместе по очереди. Вот серьёзно. Мы без паники воспринимаем любые новости. Мы понимаем, что это будет холодное. Простите. Мы понимаем, что это будет сложная зима. Но это ничего не меняет. Мы обязательно справимся. И я верю, что каждый человек сможет помочь как-то своему другу, соседу объединиться, приютить. Зима уже не так страшна, как обстрелы. Вот посидеть в холоде, это уже как бы хорошо. Лучше пересидеть в холоде 3 месяца, чем попасть под обстрел в любой момент. Поэтому как бы вопрос, переживём ли мы зиму? Мы в любом случае переживём, если переживём всё остальное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok